Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Ну что ж, в прошлом видео подобного рода, где я назвала 10 вещей, которые я больше не покупаю, будучи минималистом, конечно же, таким образом себя ощущаю, скоро выйдет интересный, на мой взгляд, видео «Безудержный шоппинг против минимализма». Я расскажу вам, потому что очень многие зрители мне написали «Ян, у тебя глаз горит, ты рассказываешь о своих покупках». Вот что значит для женщины шоппинг. А я расскажу вам, как я видел этот шоппинг, свой шоппинг изнутри, сколько времени я потратила, что при этом я ощущала. Мне кажется, это видео для минималистов, а также для людей, на которых часто накатывает потребительский голод, будет очень-очень интересно. Итак, я остановилась в прошлом видео на том, что я косметику себе декоративную не покупаю. И в прошлом видео меня очень-очень сильно подвел макияж. Это как раз-таки один из тех случаев, когда что называется ее пример другим наукам, потому что макияж у меня был почти 9 часов на лице. С утра накрасилась, я записывала видео примерно 3.30. Я закончила записывать и тут же в машину, и за Данечкой поехала. Так вот, макияж у меня просто-напросто потек. Возможно, он был сделан изначально плохо, а потом потек. Поэтому я вот против, против макияжа на повседневную жизнь, на женское лицо. Итак, еще одна вещь, которую я перестала покупать, это заранее билеты куда-то. У меня было уже несколько случаев, когда я куплю подешевле билет, например, на поезд. Очень часто я езжу в Милан, потому что там консульство. Очень часто я ездила в Милан с детьми, потому что у них там модельное агентство. И вот часто мне приходилось покупать билеты, но в последний момент мы не могли поехать. Однажды в консульство я рассказывала, как я паспорт себе забирала. Консульство просто прислало мне за два дня, когда уже сдать билет было невозможно. Я прислала мне письмо, либо смс о том, что вы можете в другой день приехать, но сегодня, точнее, на назначенный день мы вас принять не можем. Также у меня случалось с детьми, кто-то заболевал, и я не могла поехать. И в последний момент я не могла уже сдать билет. И, в общем-то, я решила, что лучше я заплачу полную цену, но заранее ничего покупать не буду, потому что очень часто в моей, по крайней мере, жизни покупка заранее билета куда-то означает очень большой риск, что я не смогу организоваться именно в этот день. И означает для меня также прямо-таки вот этот стресс. Нужно, нужно, нужно в этот день, а вдруг будет погода плохая, а вдруг кто-то заболеет, а вдруг у меня нога заболит, и так далее, и так далее. Поэтому нет, билеты куда-то заранее я не покупаю. Детская одежда. Здесь у меня, наверное, исключительный случай. Я человек, который очень переборщил с шоппингом для детей. Я раздаю сейчас практически новую обувь, которую никто из моих детей ни разу не надел, просто потому что она не подходит. Егор не успел ее износить, она ему подходила, а другие дети родились с другой ногой, то есть нога пошире, подъем повыше. Соответственно, эти дети обувь не смогли доносить после старшего брата, обувь, которая ни разу не надевалась. И я поняла, что детям нужно очень мало одежды. Вот именно на самом деле необходимо математически просчитать, сколько вам нужно смен одежды. Я почему-то думала, что чем больше детской одежды у меня будет, тем легче будут мои стирки, потому что они будут редко у меня организовываться. Но всегда так, что штаны изнашиваются быстрее, а, допустим, футболочки медленнее, все равно ты должна стирать эти штаны, и все равно у тебя огромное количество этих вещей, они снашиваются неравномерно. Поэтому я прямо-таки за математический подход к тому, сколько смен одежды нужно ребенку, когда он ходит в сад, сколько смен одежды нужно ребенку, когда он не ходит в сад, и сколько смен одежды нужно подростку, либо ребенку, который начал ходить в начальную школу. Это очень легко просчитать, и вас удивит то маленькое необходимое количество одежды, которое в итоге у вас выйдет. Почему-то у нас, у современных мам, у современных родителей, есть представление о том, что детям нужно много обуви, много одежды. Чем больше, тем лучше. Я не покупаю прокладки, и прокладки войдут, наверное, в серию видео о том, когда я расскажу, что я купила что-то заранее, так называемой покупки в Проке. До сих пор от этого в Проке я не могу избавиться. И туда входили, кстати, гигиенические прокладки, которые, вы не поверите, я купила до своей третьей беременности. Вот, по всей видимости, была какая-то супер промо-акция, либо я была очень-очень боязливой женщиной остаться однажды без гигиенических прокладок. Я купила их в огромных количествах. До сих пор не могу доиспользовать, потому что, да, у меня появилась менструальная чаша, есть видео на канале, где я рассказываю о гигиене для женщин, о, ну да, о всех таких вопросах, насколько можно, деликатно рассказываю. Могу сказать, что менструальная чаша поменяла мою женскую жизнь. Я очень советую вам хотя бы попробовать. Если вам не подойдет, вы сможете всегда вернуться к традиционному способу. Но прокладки – это то, что я больше не покупаю. Могу сказать, что тот лайфхак, который, в общем-то, и возник, просто потому что я уже не знаю, куда эти прокладки деть, а лайфхак о том, что я промакиваю волосы самой обычной женской прокладкой, чтобы волосы быстрее сохли, прежде всего под феном, чтобы было меньше воздействия на них горячего воздуха. И одна зрительница написала мне, какой плохой лайфхак. И так эти прокладки, так же, как и детские подгузники, кстати, загрязняют нам планету. И вот еще один способ вы предлагаете. Ну да, я согласна полностью, но этот способ я предлагаю просто потому, что уже некуда мне деть то, что когда-то я купила в проб. Удобрения для растений я тоже много раз рассказывала, да и показывала свои растения, которых, кстати, стало гораздо-гораздо меньше с момента записи канала, просто потому, что я поняла, что растения в горшках, либо крупные, либо маленькие растения, это все растения, которые требуют моего времени, и его у меня сейчас все меньше и меньше. Но раньше я покупала специальные удобрения для своих деревьев, например, которые стоят на террасе, и для комнатных растений также, потому что я видела разницу, когда растения получают подкормку, и когда они не получают подкормку. Но однажды я подумала и пришла к выводу, что можно просто свои так называемые биоотходы, биоперерабатываемые отходы, это прежде всего все отходы с кухни, закапывать, закапывать непосредственно в землю, где растет растение, и ты получаешь прекрасное удобрение. Я много раз рассказывала, это удивительно, но факт, но я восстановила кипарисы, которые очень сильно у нас пострадали, потому что мы уехали на море, и в наше отсутствие отключился полив растений. Мы приехали, в общем-то, кипарисы были в плачевном состоянии, мы их оставили только потому, что у нас не было возможности заниматься тем, чтобы приглашать кого-то, чтобы их спиливать. У нас был новорожденный данчик тогда, и, в общем-то, это грязь, это значит присутствие других людей, причем в течение нескольких дней в нашем доме. И мы решили, что мы их оставим на зиму, и за зиму я их смогла восстановить, потому что по весне они уже начали набирать, было уже видно, что они чувствуют себя гораздо-гораздо лучше. Это было очень муторно, мне пришлось постоянно выкапывать эти ямки, закапывать эти биоотходы, огрызки яблок, допустим, также очень хорошо скорлупа от яиц, от яиц питает деревья, питает растения. Но если у вас комнатные растения, я тоже много раз показывала, можете взять, опять же, остатки яблок, остатки груш, какие-то остатки после фруктов, это все перемолоть в блендере, разбавить водой, и вы получите прекрасное-прекрасное удобрение. Поэтому, да, удобрения я больше не покупаю. Не могу сказать, что это какая-то значительная экономия, но это, безусловно, очень хороший вклад в сохранение нашей планеты более чистой, и, безусловно, хороший вклад в производство меньшего количества мусора. И даже я рассказывала, как однажды на Инстаграм я зафиксировала, точнее, засняла, как я, в общем-то, копаю ямку и туда закладываю биоотходы. Я получила очень много комплиментов и ссылок, и запросов на это видео от трех сайтов, которые, в общем-то, посвящены концепции Zero Waste, и занимаются ничем иным, как просветительством о том, как можно жить и производить меньше отходов. Поменяла ракурс камеры, вот здесь видно маленький цветок, который стоит. Еще что я не покупаю для себя, я не покупаю для себя шампунь, потому что я решила, что называется, пристроиться к мужу. Я вообще поняла, что концепция одна вещь вместо нескольких, когда ты используешь одну вещь с другими членами семьи, это очень и очень удобно. Таким образом я использую, например, шампунь, либо зубную пасту. Я ее не пользуюсь, но если бы пользовалась, я совершенно точно бы не стала покупать себе отдельно зубную пасту. И очень много таких вещей, которые ты можешь использовать вместе с другими членами семьи, как в моем случае, шампунь. Если бы я использовала гель для души, я совершенно точно знаю, что я бы пользовалась гелем для души своего мужа, потому что он не согласен пользоваться тем, что выбираю я, в то время как для меня настолько важно иметь малое количество предметов вокруг себя, не дублировать их. Также я являюсь человеком, который умеет читать ингредиенты. Я много раз рассказывала, очень часто, шампуни имеют разный цвет и разный запах, но состав они имеют примерно один и тот же. Зачастую состав шампуня за 2 евро и за 20 евро, но он практически, практически идентичный. Поэтому я не вижу смысла для себя покупать, например, отдельный шампунь. Я выбираю тот шампунь, который подходит, как кажется, моему мужу. Я перестала его убеждать, что ему любой бы шампунь подошел. Ну и, в общем-то, я пользуюсь тем, что покупаю для него. Спортивная одежда. Я много раз рассказывала, что не покупаю себе спортивную одежду, несмотря на то, что сейчас сижу в спортивной, конечно же, одежде. Но я имею в виду, прежде всего, спортивную одежду для пробежек. Я не вижу никакого смысла делать себя более спортивной, более красивой, более модной и стильной во время пробежек. Я просто использую старую одежду, очень часто старую домашнюю одежду, очень часто одежду в пятнах. Почему я это делаю? Ну, просто потому, что я не жалею одежду такую на пробежках и на своем спорте. Я очень часто после пробежки сделаю какие-то элементарные упражнения. И, например, я становлюсь в планку на локтях, и, соответственно, мне нужно то, что не жалко. И, безусловно, старая одежда – это как раз-таки то, что подходит. Такую одежду, конечно же, я вынуждена стирать каждый раз после своей пробежки. И мы все понимаем, что одежда выстирывается очень-очень быстро, и даже хорошая, качественная спортивная одежда будет выстирываться быстро. Соответственно, не вижу никакого смысла мне покупать отдельную спортивную одежду. И я пользуюсь, прежде всего, той старой одеждой, которая у меня имеется. Я также не покупаю себе домашнюю одежду. Я тоже посвящала этому отдельное видео на канале, где рассказывала, что, в общем-то, самая обычная одежда, выделенная в качестве домашней одежды, которая всегда чистая, которая лежит в отдельном каком-то месте у нас, хранится, это то, что подойдет для домашней одежды. Потому что сейчас существует огромный сегмент домашней красивой одежды. Но я рассказывала, что эта одежда почему-то очень часто обладает худшим качеством. Я вообще считаю, что сегмент домашней одежды – это не что иное, как маркетинг, когда нам продают примерно то же самое, мимишное, как принято говорить, очень милое, хорошенькое, пушистое и так далее. Но это вещи, которые некачественные, либо они не отличаются ничем от того, что мы можем, в общем-то, купить за меньшие деньги. Но просто это будут какие-то базовые вещи, более удобные вещи, зачастую действительно спортивные вещи. Они прослужат нам дольше, а стоить будут примерно столько же, сколько сегмент специально предназначенный для дома одежды. Новый телефон и вообще новые гаджеты, которые выходят, я к ним очень равнодушна и, наверное, даже несправедливо в силу своего равнодушия к этим гаджетам включать их в список того, что я не покупаю. Но поскольку я стала блогерами, я стала человеком, который непосредственно взаимодействует, например, с новым телефоном. И я также поняла, читая комментарии под своими видео, под другими видео, что сейчас покупка нового гаджета – это прямо-таки какая-то тенденция. Менять свой телефон на новый, когда выходит новая версия того, что ты уже сейчас используешь – это тоже некая реальность современного времени. О том, почему я не покупаю себе новый телефон до сих пор, я запишу отдельное видео, потому что, наверное, это будет интересным примером для многих, кого посещает, как я сказала в начале этого видео, потребительский голод, где я расскажу, почему и конкретно приведу аргументы, которые меня сами смогли убедить и отказаться от покупки мобильного телефона. Подобное видео есть на канале, но зимой я столкнулась, например, с тем, что батарея у меня постоянно разряжалась на моем телефоне, на который я сейчас и записываю. У меня старая семерочка, самая обычная, с минимальной памятью. Но я расскажу, как я вышла из этой ситуации, как эта ситуация, в общем-то, положительно повлияла на то, как я снимаю и как я научилась снимать. Поэтому могу сказать, что новый гаджет, новый телефон, конечно же, не является в списке моих желанных покупок. Я не покупаю себе новый гаджет, новый телефон до тех пор, пока мой конкретный работает гаджет, когда мой конкретный телефон выполняет все функции, которые, в общем-то, телефон должен выполнять у современного человека. На этом с вами прощаюсь. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока.